Возводить этот микрорайон для военнослужащих Черноморского флота в Казачьей бухте начали еще в 2011 году. Но фактически все было построено за один год. До этого здесь строила одна организация, Крымская, которая не выполнила свои обязательства. Мы привлекли дополнительные силы, была полностью сделана мобилизация. И по указанию министра обороны Сергея Кузьмин-Шойгу в кратчайшие сроки было завершено строительство указанного объекта. Чтобы успеть в срок, работы велись круглосуточно в три смены. За строительством руководители оборонстроя наблюдали лично с помощью веб-камер, установленных на объекте. Сейчас дома полностью готовы к заселению. Квартиры трех-, двух- и однокомнатные. Каждая квартира укомплектована котлами БОШ, индивидуальное отопление, двухконтурными. Предусмотрено отопление индивидуальное и горячая вода. Полностью установлена вся сантехника, счетчики газовые, водяные счетчики, унитазы. Абсолютно все работает. Можно вселяться и жить беспрепятственно. Качество работ строителей генеральный директор оборонстрой проверил лично. Результатом остался доволен. Уверен, претензий со стороны военнослужащих тоже не будет. У нас были замечания, но строители нашей подрядной организации, которые нам здесь помогают, они очень оперативно реагируют и все устранят на все замечания. Более того, почти каждый день приходят представители Черноморского флота и по каждой квартире, вплоть до маленькой трещинки или нет, не хватает где-то болтика, винтика, заглушки, это все устраняется. До конца октября 1800 военнослужащих уже заселится в новые квартиры. Кроме того, согласно совместной с правительством Севастополя программе, в ближайшем будущем в микрорайоне появится детский сад и школа. Их строительство уже ведется. Кроме того, в планах оборонстроя строительство дополнительного жилья для военнослужащих в Крыму. Елена Антонова, Дмитрий Илелека, Севинформбюро. Дмитрий Илелека, Севинформбюро.